Телецентр Сидайте Телецентр 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 Не знаю, миша, наверное, четвертая, я не знаю. Твоя ответа, мишка четвертая заливла. Я, честно, не знаю. Это неправильная ответа. Упс. Правильная ответа, лисичка. Так, первая помилка сделана. Давай слушайте, наступное лекарство. Опять сказки. Який титул носил Мюнхгаузен? Барон? В ответа, барон. Я слышал просто, барон Мюнхгаузен. В ответа, барон. Правильно! Да, правильно. Барон Мюнхгаузен, абсолютно верно. Наливай! Самое главное, все. Да нет, наливай не можно. Можна, наступное легкое запитание. Слухай. Отлично. Яка частина тіла може знов і знов відростати у ящерки? Помил хвост. В Греції багато ящерок? Їх, да, немало. Це правильная ответа. Есть. Действительно, еще 350 гривень ты заробил. Пока что одна помилка сделана на первом же запитании, но будем думать, что это было право-право-пера. Да. Наступное легкое запитание. Для якої старовинної дитячої гри необхідна крейда та вміння стрибати на одній нозі? В Греции вы так играли, но играли эту игру, но я не помню, как даже ее называли. Я не знаю. А, а нельзя мне спросить у кого-то? А, можно взять другую подказку. Сейчас найдемо хоть каких-то людей, хоть тех. Давай, молодых девушек красивых. Ну вот, это уже не обещаю. Ну, смотри, мы просто не можем доехать, и ты тут уже далеко. Да, а кого спроси? Так, хорошо. Да, спасибо большое. Я тоже все. Подожди, я тебе прочитал. Ребята, доброе утро. Или день. Кидаешь камушек и прыгаешь на одной ноге. Как эта игра называется? Класики. А? Класики. Класики? Спасибо, ты мой друг. Я тебя не забуду. Поехали. Не знаю. А как бы ты парень знал? Это хорошо. Спасибо большое другу. Так. Та-да-да-да. Класики. Класики? Да, он так сказал. Класики. Наверное, я хорошо, ну, я должен правильно его услышать. Класики. Я принимаю твою ответственность, единственное, что я с твоего дозвола трансформую ее в Класики, доброе? Класики? Класики. Класики, это правильная ответственность. Правильная ответственность. Я, честно говоря, я не догадался. Это была более девочная игра. Да. Да, девочки в нее стримали в резинки и в Класики. Мы не играли. Нет, нет, нет. Мы не играли в Класики. Нет, мы, мальчики, не играли. Все записано. Вы в Греции? Маленькие грецкие парни играли в Класики. Мы заставляли. Мы не хотели этого сделать. Да, 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 да. Расскажи я теперь. Все, слушай. С каким птахом порівнюють слово, яке, якщо вилетить, то його і не сприймаєш? А как эти называются, эти маленькие, блин, на греческом канариня, а по-русски как же ж будет? Як вона по-грецьки? Канариня. По-русски я не помню. Блин, как же ж... Специально для тебя я приймаю цю відповідь грецькою мовою канариня, англійською кенери. Если не ошибаюсь. Це неправильная відповідь. А, значит, неправильная. Це неправильная відповідь. Російського це канарейка. Ну, да. А приказ звучит наступним чином. Слово не воробей. А, ну, воробей! 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 Как я не вспомню? Воробей, который играет в ласики. Воробей. Друга-поволка твоя.